Мясо, полтонны, масло сливочное и масло русское, икра зернистая, конфеты в шоколаде и еще более двух десятков наименований. Список продуктов к новому к 1942 году. Поставляли их в дипломатический гастроном, который располагался на Куйбышево-99. В годы войны в запасную столицу эвакуировали иностранные дипмиссии, где жили и работали послы, о чем говорили и писали. Эксклюзивные факты из-за закрытых дверей представили в музее Модерна. Закрытые когда-то двери открываются. Выставка интерактивная. Экспонаты можно и нужно трогать руками. Здесь редкие факты о том, что думали послы иностранных государств о нашей стране. Если бы не этот режим и не все то, что было сделано этой страной за последние 20 лет, Гитлер сумел бы завоевать Европу, и наши шансы на победу равнялись бы нулю. 6 января 1942 года писал Стаффорд Крипс, посол Великобритании в Советском Союзе. 6 дверей, 6 посольств. Япония, Польша, Чехословакия, Великобритания, Швеция, США. Здесь документы и фотографии, и даже телефонные переговоры послов с верховным главнокомандующим Советского Союза. Некоторые записи реальны. Есть и новодел, переведенный из бумаги в звук. Есть записи переговоров, есть записи докладов. Там вот есть фрагмент из фильма, где фигурирует образ британского посла. Мы привлекали актеров, граждан других стран. Есть разговор с поляком, гражданин Польши, который живет в Самаре, нам озвучил, чтобы все совпадало и акцент. Музыкальным сопровождением стала седьмая симфония Шостаковича. Просто смотреть на этой выставке не получится, чтобы погрузиться в мир тайн дипломатии. Военных времен придется разгадывать загадки, подбирать ключи. Подсказки обозначены символами. Самая, мне кажется, интересная такая вещь на этой выставке – это именно двери, это именно комнаты, которые можно открыть, можно узнать какие-то новые факты, которые находятся. Нужно как бы пройти такой маленький квест. Я удивилась, что здесь было посольство Швеции на самом деле. С 1941 по 1943 годы особняк Курлиных тоже был домом дипломатов. В здании в стиле модерн работали послы королевства Швеции. Неподалеку на Чапаевской обосновались японцы, а на Некрасовской заседали американцы. В стилизованном формате все дипмиссии собрали в одной комнате. Выставка передвижная, и из Самары она может отправиться в другие города. Марина Кравцова, Григорий Пельшаков. События.